В офисе, находясь, часто использовали такую фразу «мама, я уже не новичок», и еще смеялись с этого. Соответственно, тут это очень реальная ситуация, когда человек считает себя уже экспертом и не признает никакого альтернативного мнения. То есть чаще всего это сопровождается успехами, а потом что-то, вроде бы он делает все то же самое, как ты говорил, что-то меняется, начинаются проблемы. Я, как новичок, который только столкнулся с рынком, мне в обязательном порядке нужно знать и учить базу, либо, возможно, рынок криптовалют настолько уникальный, что там база не работает. Нет там ничего уникального, это уже проверено, и базу нужно знать в любом случае. Даже трейдеры с большим стажем не забывают про эту базу. Они все равно видят эти уровни, они все равно видят эти наклонные сопротивления, поддержки. От этого никуда не уйти, это обязательно. Друзья, всем привет! С вами Олег Сергеев и компания TSI. Сегодня у нас очередной новый выпуск, наверное, самой популярной рубрики на нашем YouTube-канале «Аналитик Лайв». И разберем мы сегодня очень интересную и актуальную тему. Это насколько непрост и сложен путь новичка в мире трейдинга на рынке криптовалют. И эту непростую тему мне будет помогать разбирать сегодня сотрудник, аналитик нашей компании Егор Тишин. Да, привет, Олег. Привет, подписчики. Меня действительно зовут Егор. Почему мы выбрали такую тему? Потому что одной из моей деятельностей, которыми я занимаюсь в компании, это является адаптация новых сотрудников, а именно трейдеров и аналитиков. И я как бы знаю много нюансов, которые случаются по мере прохождения обучения и становления трейдера от новичка к эксперту. Спасибо, Егор. Я очень рад видеть тебя сегодня со мной. И ты правильно заметил, что каждый гость, он, скажем так, своим профилем, своим основным видом деятельности, он несет ту тему, которую мы разбираем. Поэтому я думаю, что у тебя еще свежи те воспоминания, во-первых, твои личные, которыми ты сможешь с удовольствием поделиться с нашими зрителями. И во-вторых, ты, как никто, наверное, на своем опыте видишь, как наши молодые специалисты проходят адаптацию. И в первую очередь, с какими они трудностями, проблемами сталкиваются. Я думаю, это очень интересная тема, поэтому давай как можно шире ее сегодня затронем, затронем с разных углов. И как раз вот разберем именно проблемы и, что очень интересно, как раз решения, да. Решения, которые помогут нашим зрителям, которые недавно только заинтересовались рынком криптовалют, как можно безболезненно их пройти. Вот, поэтому давай начнем с проблем. Какие, по твоему мнению, проблемы самые острые, самые популярные, которые встречают новичка на рынке криптовалют? Да, ну вот такая актуальная проблема. Прям вот сотрудник недавно пришел к нам, и вот с него я решил как бы начать свое подвестование. Я считаю, что главной проблемой начинающего трейдера это то, что на пути своего становления, вот он уже немножко в трейдинге разобрался, и он знает, что такое трейдинг, он знает, что есть какие-то стратегии торговли. И этот трейдер начинает просто верить в какую-то одну стратегию и идти сугубо по ней, забывая обо всем, о чем он учил когда-то ранее. И вот эта вера в одну стратегию и несистемный разбор рынка или анализ рынка приводит к тому, что этот трейдер начинает получать стоп-лоссы, он начинает терять деньги, он начинает разочаровываться, а психологический фактор это имеет большое влияние в нашей сфере. Вот. И еще я бы их совместил в одну категорию, это две проблемы. Это то, что молодые трейдеры, они приходят на рынок и начинают искать какого-то вот такого гуру, который бы мог рассказать им все про рынок. Одного. Они где-то находят его и начинают, вот я его вижу, вот он классный, я буду делать так же, как и он. Ну и все такое подобное. И тут то же самое. Человек начинает повторять ошибки этого же трейдера. Человек не видит других возможностей для работы на этом рынке. И так же он начинает терять деньги, так же начинает получать стоп-лоссы и тому подобное. Смотри, Егор, если вот будем, я тебе предлагаю по ходу нашей беседы, такие вот делать промежуточные итоги, да, для удобства наших зрителей. Смотри, можем мы эту проблему назвать, это вот слепая вера в какой-то грааль, да, либо слепая вера в какую-то вот одну стратегию, либо слепая вера в одного там наставника и гуру, да. То есть это вот, наверное, самые подходящие слова, чтобы как раз вот сказать то, о чем ты. Да, я бы сказал, это так и есть. Смотри, а вот такая вот, допустим, слепая вера, если она еще будет сопровождаться со старта успехами, да, вот представь, да, я пришел, то есть я начинаю только знакомиться с рынком криптовалют, я, допустим, познакомился с какой-то вот, ну в гугле там буквально могу сейчас даже там проверить, да, я там напишу самая прибыльная стратегия для новичков, и у меня вдруг повезет, то есть вот вдруг я начну зарабатывать, то есть вот мое первое знакомство с какой-то стратегией, либо там с личностью будет сопровождаться успехом. По твоему опыту это может сопровождаться появлением такого эффекта самоуверенности, да, и вот я становлюсь слеп, и вот я самоуверен, и это как раз вот может, возможно, будет мне мешать. Как ты думаешь? Я думаю, что это правда, и есть такой феномен, когда любой трейдер, вообще любой, какой бы он ни был, у него есть один переломный момент в его вот становлении вот этого трейдера, в один момент он начинает верить в то, что он действительно научился уже трейдингу, у него все получается, он вот нашел стратегию, он начинает ловить профиты, зарабатывать, все у него хорошо, но в один прекрасный момент это все заканчивается, и ну а как бы он ничего не менял, он как торговал по той стратегии, которую он выбрал, так он торгует, но почему-то не получается, почему-то он начинает получать стоп-лоссы, почему-то, ну не идет у человека. Мы еще помнишь с тобой в офисе находясь, вот часто там использовали такую фразу там, мама, я уже не новичок, да, еще смеялись с этого, то есть, соответственно, тут это очень реальная ситуация, когда человек, он считает себя уже экспертом и не признает никакого альтернативного мнения, то есть чаще всего это сопровождается успехами, да, потом что-то вот вроде бы он делает все то же самое, как ты говорил, да, что-то меняется, начинаются проблемы. Человек начинает чувствовать себя раскрепощенно, раскрепощенно на рынке, он думал, что у него до этого все действительно получалось, но если в случае, например, что он следует по стопам какого-то трейдера, на которого он смотрит где-то или читает его статьи или еще что-то такое, он просто до этого просто повторял его шаги, человека, который уже долгое время на рынке, он чувствует этот рынок, и важно понимать, что человек, когда начинает писать статьи, говорит что-то на том же ютубе, он не рассказывает всего, то есть дома он приходит или на работу, он делает то, что он должен делать для того, чтобы заработать максимально, у него не будет времени на ютубе или в статье рассказать вам все, что даст вам возможность получить прибыль, это нонсенс. Слушай, еще такой интересный феномен, он отчасти связан непосредственно с рынком криптовалют, да, так как, скажем так, рынок криптовалют очень молодой, и он очень такой хайповый, и он как бы окружен различными такими вот новостями, которые так вот раздуваются из ничего буквально, и ты знаешь, какой я поделюсь с тобой своим наблюдением, что я замечаю, что часто новички, они начинают верить в такие вот псевдоновости, знаешь, там вот, и они прислушиваются к каким-то вот там маломальским значимым новостям, и пытаются сразу найти какие-то закономерности, связанные как раз с влиянием этой новости на движение цены, и ты знаешь, их бывает порой тяжело переубедить в том, что там это движение было вызвано немножко другими обстоятельствами, но вот есть, формируется такая уверенность, что вот реально ценовые движения на рынке криптовалют формируют псевдоновости, я думаю, там, ты самый согласен, и мы эту тему, наверное, еще затронем более детально. Смотри, в принципе, по-моему мнению, все мы проблемы затронули, или... Ну, есть еще мелочные такие, но о них, я думаю, знает каждый про себя сам, все плохое знает, но основные вот мы назвали, да. Смотри, то есть ты как наставник для молодежи, в принципе, давайте поговорим о решениях, да, вот, дай, пожалуйста, вот четкие решения, как на своем опыте вот эти вот как раз проблемы, их можно, там, вот, менее болезненно решить. Ну, я сразу скажу, что мои решения, они будут во многом касаться трейдинга, а в основном они будут касаться технического анализа, возможно. Ну, а также о фундаментальном мы поговорим и вообще, возможно, о философии трейдинга немножко так же затрону. Первое, что я хотел бы сказать о решениях, это, наверное, то, что вот приходит новичок, он видит эту стратегию и он забывает о основах, о базисе, с которого он начинал, с которого он начинал учить трейдинг. Он об этом забывает и видит вот о том, о чем мы говорили, вот этот грааль, несется к нему и именно там начинает получать стоп-лоссы. А почему? Потому что забыт базис. Базис, те уровни, те наклонные всякие линии, это важно, это то, что никто не отменял. Трейдеры, как много лет назад этим пользовались, так сейчас этим и продолжают пользоваться. А если сказать про стратегию? Есть стратегии, которые умирают, есть стратегии, которые живут, есть стратегии, которые работают, есть стратегии, которые работают сначала, а потом не работают. Когда-то люди торговали по одной стратегии, у них все получалось, потому что они все торгуют по одной стратегии и идут как бы в одном направлении. В одних точках покупают, в одних точках продают, и рынок идет так, как им нравится. Но потом появляется какой-то другой, я не знаю, ученый, например, или другой трейдер, который видит в этом рынке какие-то новые возможности, делает новую стратегию, и часть людей переходит с прошлой стратегии на новую. И получается так, что у людей появляется некое несогласование на рынке. И вот так вот люди начинают... Слушай, Егор, давай конкретизируем. Нужна ли новичку база? То есть нужно ли новичку, который пришел на рынок, если мы говорим конкретно о криптовалютах, нужно ли ему знать базовые основы технического анализа? Вот эта база нужна, потому что мы говорим о слепой увере в какую-то одну стратегию. Но чтобы наши зрители не думали, что, скажем так, мы отметаем какой-то фундамент базу, я хотел бы тебя конкретно спросить. Смотри, я как новичок, который только столкнулся с рынком, мне в обязательном порядке нужно знать и учить базу, либо, возможно, рынок криптовалют настолько уникальный, что там база не работает? Нет там ничего уникального, это уже проверено. И базу нужно знать в любом случае. Даже трейдеры с большим стажем не забывают про эту базу. Они все равно видят эти уровни, они все равно видят эти наклонные сопротивления, поддержки. От этого никуда не уйти, это обязательно. Это то, что поможет в какой-то момент понять, где может рынок остановиться, где он может наоборот продолжить движение, где цена начнет консолидироваться. А, например, какая-то стратегия, в чем отличие вообще стратегии от вот этого базиса, о котором мы говорим? Стратегия какая-то торговая, она дает только точку входа, например, и только точку выхода из какой-то определенной позиции. Она, наверное, не дает общего понимания рынка в целом. Совершенно уверена. То есть с помощью какой-то стратегии ты не можешь понять сейчас, какой сантимент, например, у рынка. То есть люди как относятся к текущей ситуации, они больше склонны покупать или они больше склонны продавать? Нет, этого не понять. И я тебе больше скажу, что даже вот все ищут этот же Грайль в каких-то, например, скользящих средних, например. Только в скользящих средних? Да, только в скользящих средних. Это тоже неправильно. Ну смотри, давай так, давай просто перечислим базовые элементы, которые нужно знать. То есть это что, по твоему мнению? То есть ты упоминал уровни наклонные, сопротивления? Да, горизонтальные уровни, поддержка сопротивления, каналы наклонные, восходящие, нисходящие обязательно. Также психологические уровни. Я считаю, что идут большие споры насчет психологических уровней между разными трейдерами. И некоторые говорят, что, о боже, о чем вы говорите, на 8 тысячах пойдет вниз, ха-ха-ха. А другой говорит, да нет, ну это важно. Люди смотрят, люди ставят там тейки, люди там будут продаваться, когда достигнет. Они начнут снимать прибыль, потому что они будут думать, что дальше может упасть. И да, это спорный вопрос, но я считаю, что нужно учитывать обязательно психологические уровни. Кстати, ты только подметил по поводу психологических уровней, потому что вот наш рынок криптовалют, в основном, да, сейчас, ну тоже такой момент двоякий, то есть кто там формирует цену, да, на рынке криптовалют. Но вот для именно, так как рынок молодой, есть именно молодые игроки, которые только пришли на рынок криптовалют, они сталкиваются с теми же самыми проблемами. И вот именно психология, да, она во многом определяет. И для многих, наверное, знаешь, определенным есть таким вот, как рубеж, рубикон, да, вот пробьет биток, там, 6 тысяч, что я буду делать? Пробьет биток 5 тысяч, что я буду делать? То есть люди называют круглые цифры, да, вот поэтому роль, наверное, психологических уровней на данный момент для рынка криптовалют это, ну так, довольно-таки весомый, весомый фактор. Ну, наверное, также ты относишь к базе, это там графические различные паттерны, то есть там… Конечно, треугольники и все вот это остальное, это все очень важно. Это та база, которая поможет хорошо выйти в рынок. Но я не говорю выйти в позицию, я говорю о том, что вообще поможет трейдеру, да, начать вот видеть, как-то чувствовать рынок. Это та минимальная база, которая должна быть присуща любому трейдеру. Я хочу больше сказать, что любой мой день на работе и оценка, анализ графика начинается вот с этого. С того, что я выхожу, открываю график, я смотрю на пик рынка, на минимум рынка, да, конечно, распределяю графики, вижу, где у меня сейчас на данном промежутке, где может находиться цена, находятся какие-то психологические уровни, смотрю на паттерны разного рода. И просто дальше, когда трейдер начинает развиваться, эти паттерны начинают казаться не такими уж простыми. Да, тоже очень важный момент, что вначале трейдер начинает смотреть, ну, новичок, учить эти паттерны, и он думает, боже, какая легкотня, треугольник, что там в школе учили, да. А потом ты вот сидишь, думаешь, а действительно ли это тут вот именно этот паттерн, возможно, здесь какой-то другой паттерн, но, возможно, здесь его вообще нет. Что делать? Непонятно. Так что это все не так просто. Даже вот любая стратегия, она может казаться проще, чем вот классический технический анализ. Окей, смотри, Игорь, давай двигаться дальше. То есть, смотри, я новичок, я изучил базу. Могу ли я потом себе позволить что-то помимо базы? Ну, вот я по себе заметил, когда я, собственно, начинал только торговать и заниматься трейдингом, и по нашим сотрудникам заметил, которые вот только приходят, что я вот говорю, учите, вот учите классический, и давайте сначала вот отсюда начнем, дальше вас научат. Они учат эту основу, и они зажимаются в себе, а этого не стоит делать. Я бы сравнил это с водителем-новичком. Вот он садится за руль, едет в правом ряду и боится свернуть влево, потому что машины несутся, как бешеные. Понимаешь? И вот я бы с какого-то момента трейдерам... Отпускал бы так. Да, чуть-чуть позволял бы им импровизировать. То есть, знаешь, есть вот трейдеры, когда обучают, говорят, например, уровень нужно проложить не по телу, а по теням. Я бы вот тут предлагал уже трейдеру начинать как-то самому чуть-чуть туда взглянуть, туда взглянуть, подумать, что, как, возможно, самому чуть-чуть продумать. Но при этом всем всегда нужно в голове держать базу. Нельзя об этом забывать. Потом придет какой-то момент в становлении трейдера, когда он будет смотреть на график, и он действительно сможет просто на глаз увидеть, ему нужно будет просто лишь вот расчертить. А так он уже видит. Он видит, где цена может стопорнуться, где она может наоборот выстрелить. И всему этому поможет база. Вопрос дисциплины. Вопрос дисциплины, насколько он актуальным является для новичка. То есть, как ты знаешь, на рынке, на классических рынках трейдер использует дневники. То есть, вот кто там для анализа своей торговли, уместно ли это на рынке криптовалют? Тут можно вспомнить про проблему «мама, я не новичок». Вот именно вот это, вот эти трейдерские дневники, они помогут решить новичкам эту проблему. Почему? Потому что в этих дневниках нужно ввести все обоснование, почему ты вошел в рынок, почему ты из него вышел, какие факторы на это влияли. И когда трейдер начинает получать стоп-лоссы, именно этот дневник поможет ему понять, почему он получает эти стоп-лоссы. И он также поможет, ну, в какой-то мере поможет обосновать, что ты неправ. И важно в трейдинге, важно трейдеру принимать то, что он неправ. Слышать тут как раз, при самом себе признаваться, что ты допустил ошибку. Потому что трейдер сталкивается с другими трейдерами на работе, с другими людьми вообще сталкивается. И другие трейдеры, то есть в ходе обсуждений, вот мы же там на работе обсуждаем, например, какие-то вот текущие рыночные ситуации, и там имеем какое-то свое мнение. И тоже есть такая проблема, когда трейдер трейдеру розни, трейдер трейдеру советует что-то. Вот они сидят, обсуждают, и один говорит ему, все, вот тут вот покупай, а другой говорит, господи, ты что, продавай. И вот у них возникает такая вот, консенсус такой возникает, и, точнее не консенсус, а не возникает консенсус. Да, да, да. И они начинают спорить. Так вот, когда ты молодой трейдер, тебе нужно знать, что ты должен послушать другое мнение, должен его послушать. Выслушать. Выслушать, да? Конечно, ты должен его выслушать, потом еще раз открыть график, стереть все, что ты там начертил, например, или стереть все, что ты написал, если это фундаментальный анализ. И заново проанализировать все от начала до конца, после чего ты сможешь увидеть какие-то свои погрешности. После этого ты сможешь еще раз сказать, вот трейдер тебе сказал свое мнение, ты можешь опять принять какое-то решение, прав он или нет, и уже тогда принимать решение. То есть выслушать, но слепо не верить, да? Да, конечно, доверяй, но проверяй. Вот, работать по такой стратегии. Егор, и давай еще затронем такую тему, эта тема связана с минимальными суммами инвестиций. Я вот расскажу такой пример из жизни, как мы, собственно говоря, спровоцировали Егора на торговлю. У Егора был день рождения, мы не знали, что ему подарить, и от компании мы ему подарили кусочек эфира, и так, собственно говоря, Егор начал торговать. Так вот, Егор, скажи, хватило ли тебе той суммы, либо это было настолько мало, что ты не смог совершить ни одной торговой операции? То есть вот сколько нужно для того, чтобы новичку торговать и не рисковать? Ну, во-первых, спасибо за подарок. Он меня утянул в дебри. Да, но кусочек эфира – это мало. И я бы даже сказал, что, ну вот, это поиграться, и то не факт. Это так поиграться, вот еще детсад, если поиграться, детский садик такой. Туда-сюда, и даже, знаешь, может быть, посмотреть просто… Протестировать биржу, может быть? Да, потестировать биржу, то есть как покупать, как продавать, что, какие пары есть, возможно, разные биржи. Из кошелька на кошелек поперебрасывать, вот такое. Сколько нужно, чтобы начать торговать? Вот давай как-то вот, может быть, конкретно о суммах поговорим, то есть сколько нужно? Ну, чтобы конкретно начать торговать и при этом прибыль получать какую-то, да? Желательно прибыль получать. Ну, это, конечно, не 100 долларов и не 500, и даже, возможно, не 1000. Ну, вот 1000 – это можно попробовать получить какую-то прибыль. Конечно, можно говорить о том, что на криптовалютном рынке все там получают невидимые иксы, и все так круто. Но это случается не всегда. Вот, например, сейчас все, рынок падает. Какие иксы, о чем вы говорите? Сейчас можно только спекулятивно торговать и вот на этом получать какую-то прибыль. И тут 1000 долларов, ее окажется мало, потому что рынок будет падать, у тебя несколько, например, сделок, из которых там две в стоп-лосс ушли, одна только в профите. И что, эта 1000 очень быстро закончится, и у тебя ничего больше не будет. Но 1000 хватит вот уже действительно так наловчиться, хорошо пойдет. Это должно быть последним, а я 1000 или нет? Очень важно, очень важно в трейдинге, чтобы вы не инвестировали последние свои деньги. Последние свои деньги – это, ну, последний этап вообще в жизни человека, чтобы их куда-то отдавать. Те деньги, которые ты инвестируешь в трейдинг, не должны быть последними, и человек должен не бояться их потерять. Смотри, давай так еще закроем блок с рекомендациями и в качестве какого-то напутствия, возможно, да, я тебе попрошу дать какие-то вот такие конкретные четкие рекомендации по тому материалу, который мы с тобой проговорили только что. Ну, сделаем такое резюме, да? Мы не затронули такой один вопрос, я его вот тут вот наконец оставил. Это то, что человек должен не просто, я не знаю, просто покупать какую-то криптовалюту, но прежде перед тем, как покупать криптовалюту, нужно обязательно подсчитать, что это за криптовалюта. Нужно, возможно, поверить в эту криптовалюту. Нужно понять, важна ли эта технология вообще или нет. Нет, просто бывает такое, что люди иногда слышат одного какого-то эксперта и, выпустив пену изо рта, бегут к своим компьютерам там и вот это вот бай-бай-бай-бай-бай. Да, хомяки, типичный хомяк, вот синдром хомяка. А такого делать нельзя. И еще важно слушать разные мнения, читать много литературы, читать много статей, слушать разных экспертов, потому что у разных экспертов разное мнение. И на стыке этих разных мнений можно найти выход из любой ситуации. Вот у нас там начинали холеварить, короче, в комментариях по поводу того, что Александр дал один прогноз, а Алексей там другой. И зрители начали так не понимать, что происходит. Но это уникальный контент, который помогает вообще понять, что происходит на рынке. Когда трейдеры не определены, тут можно как раз понять, что не стоит, например, вообще выходить на рынок. А вот когда два трейдера говорят в одном направлении, то, конечно, тут уже больше вероятности, что будет так. Поэтому последнее, что хотел сказать, это не нужно зацикливаться на чем-то одном. Нужно смотреть в разные стороны, нужно уметь самому анализировать рынок, и тогда все получится. И одна рекомендация от меня, это то, что очень часто бывает, что новички, особенно из лагеря криптоэнтузиастов, они очень влюблены в какую-то конкретную технологию, в какой-то конкретный проект. Вот, к примеру, я верю в эфириум, и я буду в любом случае его покупать. И когда, ну, очень часто вера, она потом, скажем так, болезненно сказывается на моем кошельке, потому что токен того проекта, который я очень люблю, который я боготворю, который я слепо верю, он начинает падать. И вот эта вот вера, любовь, она толкает меня на то, чтобы я постоянно усредняюсь, я постоянно ищу лучшую цену, и таким образом я теряю деньги. То есть вот тут тоже нужно, конечно, я поддержу Егор тебя, нужно досконально изучить проект, в который ты инвестируешь, но вот как раз нужно тут соблюдать холодную голову, трезвый расчет, чтобы не поддаваться на вот этот вот как раз оптимизм. И все-таки мы инвестируем и рассматриваем токен как объект инвестиций, а не как там возможность, которая изменит будущее человечества. Вот, и смотри, давай напоследок разберем проблему фундаментального анализа. Мы с тобой очень часто на работе спорим, ну, об этом, потому что я как бы знаменит тем, что я на канале раскрываю такие вот новости, которые, события происходят на рынке, и вот часто я как раз поддаюсь критике с твоей стороны. Касаемо фундаментального анализа, давай как раз вот поднимем эту тему, и, возможно, зритель нас и оценит, кто прав в данном случае. Да, ну, чтобы поговорили по тех анализу, да, давайте перейдем к фундаменту. Это правильно. Фундамент, фундаментальный анализ – это очень важная вещь, которая присуща любому рынку, но я хочу сказать, что фундаментальный анализ сейчас на крипторынке – это не тот фундаментальный анализ, который должен быть. Он не полон. Ну, по факту там все, что фундаментом анализируется, это только какие-то новости, да, то есть, возможно, релизы какие-то, и, в принципе, все. Ну, возможно, еще, да, на конференциях кто-то что-то сказал, но это также, это масс-медиа, это вот оттуда к нам приходит, и все. Нету каких-то четких фундаментальных характеристик для фундаментального анализа. То есть я вот всегда, я пришел, да, с тех рынков, которые фондовый рынок, валютный рынок, да, классические рынки, и я всегда люблю сравнивать это с этими рынками. Вот на фондовом рынке есть такая вещь, как квартальные отчетности компаний. И там каждая компания, любая на фондовом рынке, предоставляет отчет, в котором можно посмотреть, сколько она заработала, какая чистая прибыль, какие затраты, сколько продано было ее продуктов, ну и тому подобное. То есть там есть логика, да, определенная? Да. На крипторынке возможно, возможно, но я не уверен. Есть такие еще показатели, там, как хешрейты всякие, и вот сколько блоков, сколько транзакций, но это все равно еще, ну не было такой вот исторического момента, когда крутое падение там каких-то транзакций сильно обусловило то, что там какая-то криптовалюта сильно просела. Тем более сейчас такими показателями, также существует большая проблема в их получении вот этих показателей. Достоверных показателей, да? Смотри, есть что сказать еще в свое оправдание? Нет, 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 ну я потом договорю, может быть, про и сил. Егор Александрович, ну во-первых, рынок криптовалют молод и молодой анализ, и отсутствие достоверных, как ты говорил, новостей и факторов, это еще не повод не изучать рынок и, возможно, самому не формировать эту систему фундаментального анализа. Да, мы еще в самом начале говорили, что есть слепая вера в лженовости, и вот когда человек слепо верит в эти новости, это его заводит там в дебри, и он теряет деньги. Вот, но смотри, я думаю, ты согласишься со мной, что все-таки, все-таки с ростом и с развитием рынка, скажем, эксперты нащупают те критерии, которые будут каким-то образом отыгрывать и будут влиять на цены, на ценообразование. Вот есть пример, который я хотел бы привести с валютного рынка. Вот есть, допустим, монетарная политика в одной стороне, есть монетарная политика в другой стороне. И эти две монетарных политики, они могут быть разнонаправлены. И вот разнонаправленность монетарных политик, она в долгосрочной перспективе может, скажем так, формировать динамику курса этих валютных пар, этих двух стран. Я считаю, что это похоже должно быть на рынке криптовалют. Да, вот ты упоминал технические характеристики. Вот, скорее всего, где-то правда в этом. То есть смотри, в первую очередь это моменты инфляции, дефляции. Какая там инфляционная, дефляционная модель. Это поддержка сообщества. Это мощь сети, хешрейт сети. Это вот динамика этих показателей. То есть в любом случае, в будущем мы нащупаем ту систему взаимосвязи между этими факторами, которые будут определять в долгосроке движение на рынке криптовалют. Да, есть проблемы, но, скажем так, это не повод, чтобы в этом разочаровываться полностью. Ну, возможно, ты прав. Но вот хотел бы такой ход конем сделать и вот еще обсудить такую вещь. Сейчас фундаментальный анализ в основном. Вот смотрим вот этих вот суперэкспертов на других каналах, там где-то в интернетике еще. Что они делают? Они открывают новость. Обсуждают календарь экономический. А обсуждают календарь экономический. Это все является настолько субъективно, что даже я не могу выразиться, насколько это субъективно. Если технический анализ пришел к нам из древних времен, то вот тут, как ты говоришь, рынок молодой, все просто берут, читают новости. И каждый, наверное, по-своему. И каждый, да, вот тут вот возможно так, вот тут вот возможно, что это такое, Олег? И мой ход конем. Давай. Если, может, кто из зрителей не знает, да, мы каждую среду пишем с Олегом статью на форклоге. И вот там вот мы писали, что консенсус приведет к большому росту. Ну, мы не утверждали на 100%. Во-первых, я опирался на статистику, которая была уже подтверждена на протяжении 4 лет. Ну, давай. Ну, вот ты упирался в эту статистику. Мне очень понравилась, опять же, с форклога такая метафора. Вот этих вот аналитиков, возможно, ну, не аналитиков, ладно, не будем так грубо говорить, скажем, просто вот этот анализ сравнили с индейкой, да, и днем благодарения. Вот фермер купил индейку, как бы, рассказываю, собственно, саму метафору, и кормит эту индейку, и она рассчитывает, что она будет жить дальше, она любит этого фермера, и все круто. То есть она оценивает только исторические данные прошлые, что с ней все было хорошо, ее всегда кормили. Она жирнеет и жирнеет, жирнеет. Да, она жирнеет и жирнеет, становится такая. И тут приходит день благодарения, а она-то не знает. И ей взяли, бах, и голову отрезали. И вот нам на консенсусе тоже голову отрезали. Потому что мы тоже все сидели, смотрели на исторические данные, а что? А что? А ничего, а сейчас вот биткоин взял и рухнет до, скажем потом, до куда он рухнет. Ну, в принципе, смотри, про фундаментальный анализ поговорили, а я думаю, правда посередине. Нельзя говорить четко, что этого нет, я ни в коем случае не утверждаю, что этого нет. Просто тут еще работать и работать, работать и работать. Ну, согласен, согласен. Особенно умиляют те аналитики, которые открывают сайты ICO-шек каких-то и... Анализируют white paper. Да, анализируют. Ну, white paper это еще хорошо. А вот когда человек смотрит на команду, которая присуща какому-то ICO, и там говорят, ой, там есть сотрудник, который работал в Фейсбуке. Вау. Ну, мы же не знаем, что это за сотрудник и что он там делал. И почему он ушел оттуда. Да, почему он ушел. Возможно, вся слава этого сотрудника состоит в том, что у него была классная команда. А сейчас он пришел, плохая команда или совсем другая, другие цели, другая направленность. И он ничего не сделает с новой командой. Поэтому, ну, это пока только очень большой субъективизм. По поводу ICO я с тобой на 100% согласен. Смотри, Егор, сейчас может наступить твой звездный час. Наши зрители ждут рекомендации от тебя. Поэтому, пожалуйста, не подведи. Что ты веришь, что будет, по твоему мнению, расти, ну, как минимум, вот, в какой-то, возьмем, давай, период, там, до конца года. Что ты веришь и что реально, под чем, под какой монетой есть основание для роста. Под какой монетой есть основание для роста. Ну, давай сейчас по битку. Давай по битку. Как бы я думаю, что с этого стоит начать, всех интересует. Я думаю, что биткоин еще будет падать. И будет падать он до 6,5 тысяч. Это, пока, это минимум. Там дальше, ну, я как настоящий аналитик скажу, что потом посмотрим. Давайте туда придем, а потом посмотрим. Потому что сейчас он отрабатывает очень сильный уровень, и все с этим связано. Ну, вот, примерно там я вижу его на данный момент. Вот. Про криптовалюту, которая, возможно... Альткоин, да. Альткоин. Перспективный альткоин. Перспективный альткоин. Ну, давай я скажу не только альткоин, а еще и вот технологии. Я... мне очень нравится Вичейн. Вот, я действительно, да, ну, люблю эту криптовалюту. Это, конечно, очень странно сказать. Громко скажу. Но я уважаю. Мне нравится. Мне нравятся технологии, если кто не знает. Вичейн – это платформа, которая позволяет оцифровывать информацию с любых продуктов. И можно даже узнать, вот, когда транспортируется какой-то продукт, можно узнать, где он находится. Отследить, да, отследить. Да, по какой, в какой температуре он там будет к тебе вестись и все другое. Вот, и... Это актуальная проблема? То есть, есть ли уже необходимость в этой технологии? То есть, насколько это востребовано будет и будет естественный спрос покупать данную, пользоваться данным проектом? Я думаю, что будет. Почему? Потому что это все на базе блокчейн. Опять этот блокчейн, да. Но уже есть такие проекты, которые позволяют оцифровывать информацию, они где-то там хранятся. Но вот в том-то и дело, что они где-то там хранятся. А эти данные хранятся в блокчейне. И, собственно, команда проекта утверждает, что все данные не могут измениться, они не будут там сфальсифицированы как-то. То есть, если ты, например, покупаешь какой-то лакшери товар, например, какое-то дорогое вино французское, то в этой базе блокчейн будет сказано, что это действительно то вино. То есть, ты должен быть уверен в том, что ты купил именно то, что хотел. Да, что тебе не привезли какую-то подделку. И это все будет сохранено в этой базе. Поэтому я считаю, что да, это круто. Егор, ну я с тобой полностью согласен и скажу больше с твоей подачей. Собственно говоря, вино мы постоянно рассматриваем на наших встречах в рамках инвестиционного комитета нашей компании. Реально очень интересный проект. Я думаю, мы подняли реально очень такие наболевшие толковые темы. То есть, поговорили о таких вот наболевших проблемах. Поэтому тебе большое спасибо, что ты помогал мне сегодня, выступил в качестве эксперта. Я хотел бы также обратиться к нашим зрителям. Спасибо, что были сегодня с нами. И, пожалуйста, в комментариях оставьте свое мнение по поводу, с какими проблемами вы сталкивались на рынке криптовалют, когда только пришли. То есть, затронули ли мы реально актуальные темы, либо есть темы, которые мы еще не затронули. Реально было бы узнать интересно ваше мнение, ваш опыт. Еще раз спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч.